Сегодня мы рассмотрим крыло для подвесных лодочных моторов SteelGrey XR-3, особенность которого в том, что его можно закрепить на моторе без сверления антикавитационной плиты. Заводская упаковка представляет из себя пластиковый блистер, в котором находится само крыло и комплект фурнитуры для его установки. Крыло выполнено из пластика, как видите имеет яркий презентабельный вид, есть гарантийный талон от производителя сроком на 1 год, в общем все оформлено весьма достойно. Профиль крыла изогнут таким образом, чтобы максимально защитить винт мотора от подхвата воздуха с поверхности воды. Крыло сделано одной деталью, которая насаживается на антикавитационную плиту мотора, и прошу заметить, что эта модель не подойдет для угловых колонок с выхлопом через плиту. В комплекте есть два болта и две самоконтрящиеся гайки для четкой фиксации крыла на моторе. Тюбик клея Lactite в качестве фиксатора резьбы и металлическая проставка в нишу келька компенсатора. Место ее монтажа вы увидите позже. Давайте посмотрим оригинальное видео по установке этого крыла от производителя. Сначала нужно открутить кельокомпенсатор, место его крепления может быть сверху, как в этом случае. Крыло будет держаться на моторе именно с его помощью. Далее крыло одевается на плиту мотора до упора, кельок ставится на место и затягивается родным болтом. Чтобы избежать горизонтальных смещений крыла по оси установки, с двух сторон необходимо установить фиксаторы из комплекта поставки. В последнюю очередь поверх гаек ставятся пластиковые заглушки, чтобы не было лишних грызок. А теперь мы попробуем самостоятельно установить это крыло на подвесной мотор Сузуки 90. Кельокомпенсатор здесь крепится снизу, в отличие от предыдущего примера. Обратите внимание на усы настройки поворота компенсатора. Из-за них не получится поставить проставку в нишу. Более того, она сама на несколько миллиметров больше в диаметре, чем посадочное место. Крыло можно установить и без проставки, но при затяжке его пластик неизбежно будет несколько деформирован. Теперь болты-фиксаторы. У нас не получилось сделать как по инструкции, так как снизу болт не доставал до гайки. Его широкая шляпка была больше в диаметре, чем ниша под него. Получилось закрепить крыло, вставив болт сверху. В этом случае шляпка входит в нишу и его длины хватает для соединения с гайкой. Однако пластиковой заглушки установить не удалось. Шляпка болта не позволила это сделать. За исключением этих мелочей, само крыло очень мощное. Его способ крепления простой и надежный. Поэтому его установка может заметно улучшить ходовые качества вашей моторной лодки или катера. Редактор субтитров А.Семкин